Девушки отдыхают Давайте поговорим о ситуации Intel vs AMD Но эта ситуация на самом деле гораздо глубже, нежели может показаться на первый взгляд Потому что обе эти компании с довольно богатой историей Она у них начинается еще с конца 60-х годов И продолжается она, к счастью, по сей день И надо сказать, что эти конторы конкурировали между собой далеко не всегда Во-первых, они не всегда занимались производством конкретно микропроцессоров Во-вторых, даже когда они им занимались, иногда они делали, в общем, общее дело Поэтому начать, конечно, просто необходимо С истории, ну, наверное, даже самого микропроцессора В том числе, конечно, микропроцессора для ПК И эта история, в общем-то, начинается с того, как корпорация Intel входила на этот пьедестал Поэтому сегодня мы в любом случае вынуждены поговорить Именно о той части этого противостояния Которая касалась только корпорации Intel Причем в то время, когда, в общем-то, никакого противостояния еще не было Я думаю, это, в принципе, так-то интересно, может быть, далеко не всем Потому что это впрямую не касается компьютерных игр Особенно тех, которые популярны сейчас Но без вот этого вот предварительного рассказа Будет не совсем понятна, на самом деле Ну, скажем так, некоторая мотивация этих компаний Поэтому сегодня мы поговорим о становлении архитектуры i386 На базе которой и существуют на сегодня основные продукты Intel и AMD И, соответственно, на этом поприще существует их сегодняшнее противостояние и конкуренция Поэтому давайте начнем с самых азов Давайте вообще вспомним, как все начиналось Вычислительная техника все время стремилась к двум важнейшим факторам К повышению своей производительности и к уменьшению своих размеров Американская экономика так устроена, что какой бы важной для человечества наукой ты не занимался Все равно самое главное в твоих исследованиях всегда то, насколько эффективно ты сможешь свою разработку потом продать И не так важно, будет ли твоя разработка лучше уже существующих аналогов на рынке Важно лишь, что будет ли твоя разработка продаваться лучше этих аналогов Голубой гигант компания IBM в 60-х годах зачитывала на презентациях своим акционерам революционные речи Дескать, они нашли способ продавать аж до 12 компьютеров в очередном году Чем вызывали восторг и рост курса акций Но персональные компьютеры все еще почти не существовали Во-первых, было неясно, зачем вообще обычному человеку электронная вычислительная машина А во-вторых, еще менее понятным было, как продать обычному человеку здоровенный машинный зал под названием компьютер Вычислительные мощности компьютеров состояли из огромного количества плат логики Каждая из которых отвечала за какую-то свою операцию Продавать такие схемы людям было невозможно И выходом из этой ситуации стал микропроцессор В 60-х свой концепт одной маленькой интегральной схемы или чипа предложили три компании Garrett Air Research, Texas Instruments и молодая компания Intel Процессор 4004 был 4-битным, 16-контактным и самое главное 60-долларовым Он был доступен и заменял собой целую серверную Его тактовая частота составляла 740 кГц Меньше 1 МГц Соответственно, меньше 0,001 ГГц Для коммерческого сектора было очень важно, что этот чип продавался как отдельный продукт То есть с ним не надо было покупать целый компьютер А значит этот самый компьютер можно было сделать и продать самостоятельно Использовав в качестве ядра готовый микропроцессор И не изобретать велосипед Процессор выполнял 46300 операций в секунду Что было достаточно, например, для серьезного калькулятора Иметь мониторы и тем более интерфейсы у тогдашных компьютеров было не принято Поэтому в первую очередь этот чип известен тем, что был сердцем калькулятора Unicom 141P Немного усовершенствованный чип 4040 появился уже в середине 70-х Но еще раньше Intel предприняла попытку перехода от 4-битной к 8-битной архитектуре Первым ее 8-битным процессором стал 8008 На его базе строились в основном терминалы типа Datapoint 2200 Все перечисленные чипы для работы тем не менее требовали довольно большой набор сопутствующих чипов Отвечавших за ввод, вывод, работу с памятью и так далее А новый процессор 8080 получил очень широкий набор таких чипов Чтобы можно было собирать из компонентов очень многофункциональные приборы Благодаря этому он получил и серьезный коммерческий успех Попытка интегрировать некоторые дополнительные чипы в микропроцессор Вывелась в появление чипа 8085 Который был бинарно совместим с 8080 Бинарная совместимость означает, что программы, скомпилированные для старого процессора Могут без перекомпиляции работать и на новом Если говорится, что есть только Source совместимость То это означает, что программу придется компилировать под новый процессор заново Но не придется переписывать исходные коды Они совместимы И таким вот Source совместимым, но бинарно несовместимым, новым процессором Стал первый 16-битный чип 8086 Первый чип в семействе x86 Пра-пра-пра-пра-пра-дедушка современных Pentium и Intel Core До сих пор в современных процессорах есть обратная бинарная совместимость с этим чипом Все его инструкции и функции можно найти, например, в Core i7 А также во всех совместимых процессорах, например, в AMD Athlon Рынок бытовых компьютеров к этому моменту набирал обороты Более дешевая версия процессора 8086, имевшая 8-битную шину памяти, называвшаяся 8088, стала основой первого IBM PC Но IBM PC далеко не был единственным персональным компьютером В 70-е годы в этой области уже трудилась большая куча микропроцессоров Motorola 6800 74 года General Instrument Peak 16X 75 года Most Technology 6502 75 года На этом процессоре, кстати, позже появилась приставка Nintendo NAS Известная у нас своим пиратским клоном приставкой Dendy Zillac Z80 76 года Этот процессор стал основой некоторых Синклеровских спектрумов И Motorola 6809 78 года Все они были друг с другом несовместимы И, соответственно, персональные компьютеры тех времен Не могли выполнять ни программы друг друга Ни даже читать общие носители информации Стандартов не было IBM тоже ничего особенного тут не изобрел IBM PC 5150 имел скорость 4,7 МГц От 16 до 256 кБ оперативной памяти Не имел жесткого диска Только 5-дюймовый дисковод, иногда 2 И стоил примерно 20 тысяч долларов Его конкурентами были и Commodore, и Amiga, и Sinclair Еще много кто, чьи компьютеры были дешевле, быстрее И имели неплохой набор софта, в том числе и игр Так почему же одно из самых неудачных решений стало вдруг стандартом де-факто? Как могло получиться, что история выбрала весьма средненькую архитектуру в качестве основополагающей? Все очень просто Ведь неизменным осталось главное американское правило Сделай так, чтобы твоя разработка стала полем для бизнеса И тогда будет неважно, насколько действительно хороша твоя разработка Главное, что сделал IBM Он сделал архитектуру своего PC полностью открытой и хорошо документированной Системный блок PC был не просто коробкой с платой и кучей чипов, не предназначенной для залезания внутрь кем попало Это был очень гибко расширяемый блок с разъемами для плат, от которых не требовалось быть производство корпорации IBM Любой производитель электроники мог создать собственную плату расширения для IBM PC Используя тут техническую документацию, которая предоставлялась любому желающему по большому счету Полная документация по архитектуре позволяла создать собственную материнскую плату И установить в нее таким же образом доступный в качестве свободно продающегося отдельного компонента процессор Intel И таким образом можно было сделать свой собственный компьютер Не вкладывая никаких денег в разработку его проекта IBM уже все это сделал, причем потратил на это миллионы долларов И ничего в общем-то не просил взамен Как следствие, такие компании как CDP и Compaq стали в начале 80-х делать свои собственные компьютеры С произвольным набором базовых компонентов И стали называть их IBM PC совместимыми, потому что делались по тому же самому проекту на базе того же самого процессора Тем временем никому не известный предприниматель Билл Гейтс Вместе со своим другом по колледжу Стивом Балмером Заявился в офис IBM и заявил, что у него для них есть операционная система Благодаря которой компьютеры IBM станут супер популярными и успешными Раньше программное обеспечение продавалось на носителях, например на магнитной ленте или дискете Жестких дисков в домашних компьютерах не было Билл Гейтс предложил сделать свою операционную систему базовой программой компьютеров IBM PC А программы писать уже под нее Его наглость впечатлила ребят в пиджаках Они тут занимаются серьезным бизнесом, взрослые люди И тут пришел какой-то студент одетый как бомж и сказал, что IBM основанный еще в 30-х годах и очень успешно развивающийся Вообще не может жить без него и какой-то там еще операционной системы, дескать написанной под лейблом какой-то там корпорации Microsoft Причем Гейтс не предлагал купить у него эту систему, он предлагал лишь купить у него лицензию на нее Что таким образом означало, что права на систему остаются у Гейтса И он может лицензировать ее конкурентам IBM, сколько его душе угодно IBM от растерянности согласился предустанавливать на свои PC систему Microsoft DOS и язык программирования Microsoft Basic А за каждый проданный компьютер с DOS и BASIC отчислять Microsoft 15 долларов Гейтс получил, что хотел И это было особенно круто, потому что у Гейтса не было никакой операционной системы DOS Да и Microsoft в общем никакого не было Было три друга, паявших в гараже электронные безделушки Гейтс, как говорят в России, взял IBM на понт, совершенно ничем не подкрепленный Когда Гейтс и Балмер вышли из кабинета директоров IBM, Гейтс поздравил Балмера с тем, что теперь поиск системы для продажи IBM Это его, Балмера проблема И пусть делает что хочет Балмер купил эту самую систему у своего старого друга Тима за 75 тысяч долларов И Microsoft заработал свои первые миллиарды Но мы сейчас не про Microsoft Суть в том, что совокупность всех этих явлений позволили Intelу продать многим вендорам свой процессор и последующие его апдейты Главное было теперь делать только бинарно совместимые чипы, чтобы весь софт работал на всех компьютерах, старых и новых Поэтому когда Intel выпустил новый процессор 80186, который был компонентно несовместим с 8086 IBM отказался его использовать Тогда для новой линейки IBM PC под общим названием AT Advanced Technology Intel изготовила процессор 80286 и математический сопроцессор к нему 80287 А еще чуть позже, в 1985 году, появился первый 32-битный процессор 80386 Работавший на наборе инструкций IA32 Intel Architecture 32 бита, соответственно Все! Больше с 1985 года, по большому счету, в процессорах не изменилось ничего Конечно, был и 486 и Pentium, все они получили расширение набора инструкций Но главным параметром так называемой совместимости с IBM PC с тех пор и по сей день стала именно поддержка железом или софтом стандарта процессора I386 Как правило, эта совместимость даже означает, что современная программа вполне может заработать на этом старом 12-мегагерцовом процессоре Конечно, она там будет работать безумно медленно, но работать она будет Например, современный Linux или FreeBSD действительно могут работать на этих чипах и по сей день Вот на более старых уже нет Мало кто знает, что производство процессоров I386 было свернуто лишь в 2007 году До этого времени процессор охотно покупал тот же Boeing Потому что чип был очень надежен, а его мощности вполне хватало для задач борткомпьютеров самолетов Так вот, в рамках исполнения контракта с IBM Intel была вынуждена обратиться к одной конторе за помощью Дело в том, что IBM, конечно, не мог позволить себе таких рисков Чтобы, если вдруг компания Intel, ну скажем, попадает в какую-то финансово сложную ситуацию Или там банкротится, не дай бог IBM лишается центрального узла своего IBM PC И таким образом теряет, в общем-то, весь рынок Потому что, ну, узел критически важный Поэтому в своем контракте с Intel IBM явно указала Товарищи интеловцы, заводов по производству процессоров, с которых поступают чипы к нашим компьютерам Должно быть минимум два А у Intel, естественно, второго завода не было Все, что оставалось Intel, это обратиться за помощью к какому-нибудь другому серьезному производителю электроники Intel выбрала в качестве такого партнера компанию, которая занималась производством чипов оперативной памяти Компания называлась Advanced Micro Devices, сокращенно AMD Intel пришли к никому в целом неизвестной компании AMD и сказали Товарищи, нам нужны ваши производственные мощности Вот вам чертеж нашего процессора для IBM PC XT, то бишь 8088 В общем, силами своих инженеров и конструкторов, пожалуйста, собирайте эти чипы, продавайте их IBM Intel, в общем, было выгодно отдать часть бизнеса компании AMD Потому что в этом случае они получали таки контракт, который был бы тогда заключен А в противном случае заключен бы не был И начался такой денежный поток, который, в общем-то, был существенно больше Чем какие-то там несущественные потери от передачи интеллектуальной собственности будущим конкурентам Хотя тогда еще не было мысли о том, что это возможный будущий конкурент Но тем не менее, когда появился IBM PC IT, компания Intel передала чертежи 286 процессора компании AMD Для сборки их процессоров AM286 Соответственно, когда вышел 386 компьютер, AMD также, в общем-то, захотела производить 386 процессоры Но компания Intel решила, что вообще-то, как бы, было бы неплохо скрыть свою новую 32-битную разработку И чертежи процессора i386 в AMD не передавать Ну, тут вот AMD, собственно, и расстроилась И стала заниматься реверс-инжинирингом И делать, как говорится, свой лунный модуль с Blackjack'ом и, ну вы в курсе Вот, и в связи с этим появление процессоров AM3X86 породили вот эту самую очень сильную, мощную конкуренцию Между компаниями Intel AMD Но это уже другая история, ради которой мы, собственно, и поговорили сейчас о том, о чем поговорили Поэтому ровно через неделю начнется это самое противостояние Которое вы и так просили осветить Поэтому до встречи, оставайтесь с нами и с каналом GamesBustersChannel Пока!